Делать прививку от ковид-19 или довериться домыслам из интернета? Сейчас в руках Александры Архиповой здоровье и безопасность сразу двух человек, ее самой и будущего малыша, который вот-вот появится на свет. Девушка на 36 неделе беременности. Закрыв страницы с пугающими статьями в сети, она отправилась на консультацию, где врачи подробно объяснили, почему бояться прививки не нужно, даже будучи в положении. На сегодняшний день у нас не обнаружено никаких аллергических реакций, каких-то изменений со стороны состояния беременных женщин. Вакцинация на плод не влияет. Это всегда коротко, это всегда понятно, потому что та вакцина, о которой мы говорим, мы говорим о спутнике ВИИ или ГАМ-КОВИДВАК, это вакцина, которая известна, это та вакцина, которая работает давно, это та вакцина, которая не наносит повреждения для плода. Вакцина просто курсирует в крови, маякуя нам о том, что у нас есть антитела, о том, что мы якобы контактировали с вирусом и защищает нас от воздействия ковидной инфекции извне. Все аргументы за. Противопоказаний и причин к медотводу у Александры нет. Решено привиться. Процедура вакцинации беременных проходит, как у всех. Сначала медики проводят обследование, измеряют температуру и артериальное давление пациентки. Если все показатели в норме и будущая мама чувствует себя хорошо, дело за малым – ввести первый компонент препарата. Делать прививку от ковид-19 женщинам в положении можно и нужно. Вакцинироваться следует после 22-й недели беременности, когда иммунитет плода полностью сформирован. Вакцинация не повлияет ни на саму беременность, ни на последующее грудное вскармливание младенца. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, иммунитет, приобретенный матерью, сделавшей прививку против коронавирусной инфекции, передается и ребенку. Однако врачи напоминают, привиться единожды недостаточно. Вирус прогрессирует, потому медики настаивают на своевременной ревакцинации. Ее необходимо пройти, если первая прививка сделана шесть или более месяцев назад. Во второй раз за уколом спутника, но теперь уже с пометкой «лайт» в поликлинику пришел председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Читаю необходимым ревакцинироваться для того, чтобы не заболеть самому и, соответственно, не ставить под угрозу здоровье своих близких, окружающих, потому что достаточно много контактов ежедневно происходит. Поэтому необходимо, конечно же, проводить ревакцинацию. Процедура длится не больше десяти минут. А чтобы не терять время в очередях, записаться в поликлинику можно по телефону. В Химках стараются сделать процесс вакцинации против COVID-19 максимально комфортным и доступным для каждого.